доброе утречка сегодня я тут вся увлеклась народными рецептами которые мне посоветовали потому что пришло время цветет сирень и цветки сирени настоянные на водке вот прямо буквально собрала набила полную банку вчера не хватило немножечко водки не хватило немножечко сирени но то что постояла она уже стала вон внизу таким белым как бы весь цвет перешел в эту настойку сегодня добавила свежей сирени добавила водки пришлось купить в магазине самую дешевую надеюсь это не повлияет на качество настойки и примерно для этой же цели мне посоветовали сейчас расскажу рецепт скажем 5 столовых ложек соли на 10 столовых ложек растительного масла ну наверное любого масла хотите дорогого хотите дешевого все это перемешивать настаивать и потом точно так же как и настойку сирени для всех этих суставных ревматических артритно-артрозных боли в коленях в локтях там где-то еще в общем короче говоря если нужны детали подробности смотрим в интернете по крайней мере сиреневую настойку я там нашла для чего почему как настаивать наставить надо в идеале но минимум 10 дней в темном месте максимум там чуть ли не месяц ну пускай настаивается пока собственно говоря спешки никакой нет мне даже кто-то советовал от пяточные шпоры вот эту настойку и благо цветет сирень у нас в этом году просто долго шикарно поэтому я надеюсь что может быть еще одну баночку сделаю то что потом когда все это процедится я думаю что останется в лучшем случае половина баночки ну и та же история как бы с этим солевым мысленистым раствором можно я думаю что полагаю что можно просто делать солевые повязки про это тоже есть все в интернете но конкретно вот этот рецепт который здесь баночки был опробован одной знакомой и она рекомендовала стирать больное место но минут 10 массировать и втирать то есть не так намазал и пошел в общем вот начинаю заниматься всякими такими делами которыми в другое время не занимаюсь хочу в этом году тоже насушить накупить если не будет возможности каких-то травок и попробовать самые разные народные рецепты потому что лекарства все дороже по бочке у этих лекарств все как бы сложнее и сильнее и поэтому вернемся в добрым старым рецептом кстати в чудодейственное как бы солевое маслянистое воздействие я помню еще с тех времен когда мне мама рассказывала что один зубной врач такой старый еврей сказал ей что чистите зубы и полощите мелкой солью у вас не будет никогда кариеса и не будет никогда никаких проблем с деснами ну конечно это не значит тереть там изо всех сил этой солью но по крайней мере полоскать солью так точно можно вместо всяких там других полоскателей и про масло надеюсь тоже все где-то слышали пробовали но не знаю насколько вот это для меня такой рецепт все-таки непонятные это когда ты берешь столовую ложку масла и просто во рту ее полощешь там пока она не станет уже такой белый не знаю может быть минут пять просто там бултыхаешь по рту главное не проглотить потом это потому что якобы в этом собирается куча всяких вредных там бактерий и потом это надо все выплюнуть прополоскать рот и делать это утром натощак скажем вот если кто-то пробовал вот эти рецепты с сиренью с солью с этим полосканием масла то пожалуйста напишите какие были у вас результаты потому что мне очень интересно знать не зря ли я все это затеяла сегодня был день такой достаточно насыщенный в плане каких-то дел и наконец помыла окошко насколько было возможно потому что одно окно мне плохо открывается ну просто вываливается я его так со стороны пытаясь там какой-то щеточкой палочкой достать но что самое смешное после этого не ни одно растение которое стояло на подоконнике уже практически не поместилось либо надо их очень сильно теснить что не хотелось бы либо вот пришлось переставить на новые места почему так всегда получается каждый раз когда я что-то убираю потом после этого вместо опять не хватает хотя казалось бы до этого все стояла опять моя такая разноцветная красивая полочка здесь когда светит солнце это просто красота невероятная вот вместо этой полочки конечно можно было какой-то один цветок поставить но уж очень приятно смотреть на вот все вот эти разноцветные стеклышки и тут как всегда на небольшом подносике таком вертящемся поставила такие маленькие вещи которые я которыми я любуюсь которые мне нравятся точно так же как и на том столике тоже такие же вещицы я время от времени достаю любуюсь поднимаю себе настроение потом меняю на какие-то другие и в связи с этим иногда перебираю коробочки смотрю что у меня где тут у меня вот светящаяся бутылочка в уголке тоже подсвечивает такой волшебный уголок и наверное покажу пару шкатулочек даже не пару покажу маленькие шкатулочки потому что как раз нашла коробочка с ними будет интересно наверно по перебирать посмотреть так что наверное можно назвать сегодняшнее видео все-таки шкатулочным буду показывать шкатулочки у меня конечно много вот таких различных фарфоровых но их надо отдельно для них отдельная история есть еще такая забавная очень я никак не могу ее открыть хотя я помню что она открывалась вот в этом месте очень легко она тут вообще такая своеобразно в виде даже не знаю какого-то передвижного киоска где продается всякая разная фарфоровая посуда потрясающая вещь надеюсь я туда ничего не положила потому что она мне не открывается на данный момент и вот надеюсь что это все мои таблетницы и мини такие шкатулочки потому что я уже тоже не совсем до конца помню все ли здесь ну вот там вдалеке лежит одна самая последняя приобретенная надо ее кстати тоже наверное положить если будет место куда-то в шкатулку такую вот деревянную они мне все хранятся в самых разнообразных деревянных шкатулочках для чего я вот их и покупаю потому что очень удобно хранить такие маленькие вещи всегда знаешь где что находится особенно если они лежат где-то в одном месте было себе желание поехать в наше депо магазин большой строительные не только там чего только нет и купить какие-то такие хорошие пластиковые удобные коробки чтобы немножко навести порядок но это все впереди порядок обязательно на виду потому что надо знать где у тебя что лежит ну вот в этой например шкатулочки лежат все такие вот мини шкатулочки которые выполнены в технике плоза на они всегда дороже стоит чем обычные но они конечно потрясающие и сама техника она сложная это выкладывание такой тонкой медной или какой-то проволоки и потом заполнение оставшееся пространство вот краской в результате получается рисунок и какая-то есть объемность и мне кажется что это очень сложно даже не могу себе представить как это вот все хорошо бы посмотреть знаете как бывают такие канала на которых показывают типа как это делается я бы хотела посмотреть как вот это все делается потому что есть и маленькие предметы у меня есть вазы клозаны красивые есть так сейчас смотрю может где-то под рукой нет близко нету есть такая миска тоже выброшенная кстати когда-то на мусорку ну кто не знал наверное о том что это все таки такая техника редкая вот еще вот такая вот симпатичный так сейчас не главное чтобы резкость была потому что все это надо рассматривать детально может быть даже на крутящиеся подставки хотя вот у меня например от этих крутящихся подставок начинает голова кружится поэтому я вас берегу чтобы у вас тоже глава не закружилась такая крышечка снимается и вот именно в таком цвете примерно у меня есть довольно большая красивая ваза цвет изумительный солнышко уже сейчас не падает не светит но все равно сегодня достаточно светло и тепло у нас вообще чудеснейший день наступил и и где-то там впереди грозит нам гроза майская наконец-то но пока просто ну просто чудесно я вам вот уже показывала голубейшее небо свежая зелень пение птиц свежий воздух в общем чудесно вот такая вот ну конечно мне как бы так если подумать так много не надо но это же процесс увлекательный это же процесс такой вот коллекционирования хотя всегда надо когда коллекционируешь примерно понимать что-то коллекционируешь хотя бы направление то есть можно например только вот эти клуазаны собирать можно там только таблетницы можно еще что-то но мне все любопытно все интересно мне кажется это мой главный недостаток что я никогда не могу глубоко копать я всегда поверхностно но зато все хочу знать помните была такая передача хочу все знать так и вот такая совсем малю . вот это уже не уверена в этой технике но скорее сюда то что у них у всех вот внизу такое залито и синим в основном такая совсем мыси пусечка так вот это тоже кстати мне кажется в этой же технике но попала в другую коробочку мы просто не надо выбрать коробочку размером побольше красиво смотришь и понимаешь как же вот все таки какие люди молодцы кто умеет делать что-то красивое руками и придумать надо сделать надо аккуратно и терпение для этого нужно и умение много чего для этого нужно так смотрим всякие таблетницы но здесь среди среди таблетниц затесалась такая вот интересная мини-шкатулочка все это было куплено на барахолке как она там открывается нет но открыть не получится я буду показывать вам просто то что одной рукой никогда не получается нормально открыть нам приезжает не только наши продавцы которые здесь живут приезжает из франции приезжает вот из америки из германии из англии просто здесь у них есть либо родственники либо они здесь сами то тут живут то там живут но так или иначе у нас есть возможность на наших барахолках даже не поднимается как бы вот сказать барахолка потому что предполагается что там действительно барахло ведь это же очень красивые вещи но так условно мы называем эти места где люди торгуют всем чем только так сказать возможно и и вот там с разных мест с разных стран очень понравилось вот это потому что она с перламутром то есть мне вообще все нравится натуральное все вот эти шкатулочки они деревянные не просто прекрасно я их обожаю они конечно чудесные такая вот практически со всех сторон здесь даже что-то там что-то там даже можно наверное прочитать такая вот открывается и внутри такая как бархатная вот прям можно хранить мне какое-нибудь красивое колечко но на и сама по себе просто как произведение искусства я сейчас перебираю пытаясь понять почему я свое время ту или иную приобрела многим из-за того наверное что они вот такие чудесные аккуратные маленькие красивые необычные это что-то такое что ну раньше на глаза мне не попадалось и кстати не в магазинах у нас такое не увидишь не вот этих благотворительных тоже если там что-то подобное попадется то конечно продавцы оставят это себе или своим знакомым что уж тут как бы это самое лукавить конечно у каждого продавца в таком магазине есть уже свои покупатели которые только и ждут когда появится что-то интересное поэтому там очень редко можно что-то найти действительно стоящее и потом вот это можно найти на барахолке возможно иногда к ним в руки что-то попадает красивая но вот это просто тоже такая вот изысканная тонкая изящная с какими-то мне кажется настоящими камушками не серебряная нет я конечно еще не не дозрела до покупки серебра но все-таки будет стоить дороже просто какая-то металлическая но согласитесь приятная очень нравится там где есть какая-то чеканка потому что это тоже вот на мой взгляд серьезная работа вряд ли это делается каким-то автоматом аппаратом это все делается вручную и она такая маленькая изящная и это мне кажется вот изумительный подарок ну конечно если как бы человек ценит такие вещи потому что мне кажется современная молодежь вообще как-то далека от таких вещей но к счастью есть еще и среднее поколение и старшее поколение которому я уже себя отношу хотя конечно хочется еще побыть немножко где-то в середине жизни но уже я перешагнула за эту середину и вот мне все таки нравятся такие вещи мне не было возможности что-то подобное покупать когда я была моложе и тогда в общем наверное не было такого ну или если было то где-то не там где я ходила и поэтому я вот сейчас отрываюсь по полной да мне это некому будет передать просто в какой-то момент когда почувствую что время уже пришло уходить просто раздарю раздам потому что вещи очень это из-за какого-то настоящего камня пускай камень недорогой но все равно смотрится так приятно кстати о камнях о камнях я все время вам обещаю обещаю что вам покажу расскажу о камнях и все торможу это потому что хочется это сделать но чуть чуть более профессионально чем просто показать и сказать вот это там такой-то камень такой-то хоть что-то о нем еще рассказать вот такая вот маленькая металлическая чем они еще хороши они маленькие то есть они не занимают много места у меня же самая большая проблема это все таки место так ну и здесь уже конкретные у нас практически таблетницы тоже вещь такая классно и нужно куда вот с собой взять и положить сюда пару таблеточек что вы берете с собой расскажите берете какие-то таблетки я всегда беру от боли и чаще всего это у меня раньше был и буметин теперь это далмен потому что немножко одновременно расширяет как бы как эффект нож по у него есть то есть сосуда и у меня когда головная боль он самый лучший для меня и беру что-то всегда то что я должна принимать каждый день вот этот амипаразол и то что его забываю иногда вовремя принять и хорошо когда он есть собой ну какой-нибудь активированный уголь потому что у меня частенько какие-то проблемы с желудком иногда у меня еще с собой есть таблетка кофеина если упадет давление сильно он там что-то у меня есть так сейчас попробую открыть а что же я могла положить туда интересно безобразие как хочу открыть и не могу одной рукой а прерывать видео не хочется ладно там какая-то тайна или прервать что и туда могла положить ладно прерву видео тут оказался маленький ключик очевидно от какой-то шкатулки какая-то таблетка это батарейка чего-то надо же вот попробуй потом найди если захочешь потому что я положила и наверное думала что я вспомню что она там лежит да никогда в жизни не вспомнила сейчас посмотрела теперь я хочу нами что она там лежит и все равно через неделю забуду уже вот такая вот красивая расписанная вручную но это же прелесть просто какая-то но это уже вряд ли расписанная вручную это уже какая-то переводная картинка и сверху покрыт лаком но все равно смотрится ярко жизнерадостно так она открывается как-то обычно бывает что они нажатием на кнопочку открываются но это не открывается нажатием на кнопочка просто хотела показать что там бывает внутри иногда именно специально 1 2 3 отделения для таблеток что тоже очень удобно ну хотя есть этих отделений нету то тоже пережить это можно вот это вот по моему нажатием нажать чем открывается легко да вот сейчас я вам покажу как обычно выглядит внутренности таблеточниц потому что это может быть маленькая шкатулка а может быть именно конкретно для таблеток вот это конкретно для таблеток но посмотрите какая красота мне почему-то не хочется их носить с собой в сумке потому что они там потрутся еще потеряются где-нибудь пару раз у меня были такие потери интересные у меня надрывалась где-то подкладка в сумке такая маленькая дырочка и вот что-то туда маленькая падала один раз ключи от квартиры туда просочились я долгое время думала что их действительно потеряла но потом обнаружила такие вещи могут попасть за подкладку такая сцена здесь у нас любовная просто и вот ты приходишь на барахолку и вот перед тобой вот скажем вот такое вот все лежит и ты прямо не знаешь за что хвататься потому что ну все настолько красиво и интересное всегда выбираешь либо какой-то рисунок красивый либо форма вот это какая-то такая треугольная интересная необычная такая вот прелесть моя прелесть я еще не чахну над всем над этим как известный персонаж из властелина колец но во всяком случае показываю вам и испытываю радость и удовольствие такая маленькая совсем малюсенькая но тем не менее все равно интересная так и осталось последних две надеюсь это все что я успела купить за это время может быть где-то еще есть попрятаны надо будет поискать вот это тоже таблетница такая вот простенькая но что-то в ней такое вот было вот почему меня зацепило может быть потому что здесь вот вставлена кожей на ней выдавлен вот такой рисунок необычная то есть вот в таком стиле скажем увидела первый раз и больше после этого не видела ну и с янтариком конечно может быть даже не настоящим искусственным но тем не менее это же и что-то такое видит цветочка а к цветам я просто совершенно неравнодушна к совершенно любым цветам потому что это то что всегда поднимает настроение любой цветок когда он цветет когда он пахнет когда он распускается когда ты это все видишь когда он нарисован где-то в попытке передать как он красив в природе ну вот что то такое что то вот такое хочется вам тоже поднять настроение вот этой но всяческой красотой просто потому что это красиво это интересно это хороший подарок это просто удовольствием этим обладать для того мы наверное и рождаемся в этом материальном мире а не в каком-то там виде облачков или капель дождя или еще чего-то надеюсь это у нас все впереди еще и рождаемся людьми которым все хочется хочется вот каких-то красивых вещей хочется обладать ими хочется смотреть на них трогать на трогалась в этой жизни на обладаясь и тогда уже на том свете буду спокойно где-то летать в виде привидения и мне уже будет все равно потому что все это уже будет пройденный как бы этап вот такие мне интересные мысли в конечном итоге собираюсь стать привидением может быть буду охранять эту квартиру и добро которые в ней так что после моей смерти пожалуйста сюда не селитесь я буду ходить завывать тут и пугать вас может быть не буду может быть я буду хорошим добрым привидением вот как-то так сейчас разложу обратно сложу положу на места и буду время от времени доставать и любоваться на этом наверное с вами попрощаюсь сегодня и до новых встреч пока пока ждем выходные барахолку там кое-что интересное мне привезли так что будет что вам показать